СССР поставили Путину в пример. Общество, проблемы национальной политики 24 июня 1726 СССР поставили Путину в пример. Большинство россиян ценят заботу власти о простых людях. Сергей Аксенов. Комментарии в просмотров 4851. Фото. Сергей Бобылев. ТАСС материал комментируют. Алексей Сахнин. Андрей Рудалиев. Дарья Митина. Олигархический капитализм, который построила и продолжает поддерживать нынешняя власть, вызывает стойкое неприятие большинства россиян. Согласно опросу Левада Центра, характерными чертами советского этапа развития страны россияне называют в первую очередь заботу государства о простых людях. 59% – дружбу народов. 46% – отсутствие безработицы. 43% – постоянное улучшение жизни людей. 39% – передовую науку и культуру. 31% – негативные черты жизни при советской власти также помнят. Люди мне нравились. Очереди и дефицит – 24%, изоляция от внешнего мира – 17%, бедность – 13%, преследование верующих – 8%, непосильные военные расходы – 7% и т. Д. Очевидно однако, что для большинства россиян позитивные черты советского образа жизни явно преобладают над негативными. Детализация причин, по которым люди оценивают советский период благосклонно, подтверждает данные другого, более общего, опроса Левады Центра об отношении к распаду СССР. В 2018 году разрыв между сожалеющими об этом и теми, кого это не трогает, достиг максимального значения за последние 10 лет – 66% против 25%. Приведенные цифры свидетельствуют о противоречии международными предпочтениями и доминирующей в российской власти идеологии. Ее социально-экономическая политика, поощряющая крайнее неравенство, далека не только от социализма, но и от образцов европейской социал-демократии, стремящейся к более справедливому перераспределению богатства. Читайте также. Пенсионная реформа Путина оказалась хуже, чем на Украине. Столкнув Россию в демографическую яму, возраст выхода на пенсию нужно срочно пересмотреть. Судя по последней прямолинии президента РФ, менять такое положение вещей российская власть не собирается. В частности, Путин подверг критике период правления Леонида Брежнева, который многие россияне вспоминают с обоснованной ностальгией. Во всяком случае, закончив свой трудовой путь, люди могли рассчитывать на достойную старость. По мнению координатора Левого фронта Алексея Сахнина, советская система превращается в глазах россиян в идеал, к которому надо стремиться. Настроения, которые отражены в этом опросе, нарастают и неудивительно, что такие исследования проводятся все чаще. Это и советская ностальгия, и выражение недовольства, но одновременно и поиск путей выхода из тупика, в который угодила наша страна, поиск нового идеологического консенсуса. На днях я столкнулся с историей человека, который попал в катастрофическую ситуацию. Он, как и миллионы из нас, был занят в неформальном секторе, работал без контракта, по вине работодателя отравился и остался инвалидом. О нем никто не заботится, никаких социальных гарантий, пенсии у него нет. Некоторые из его соседей отмечали, что это в СССР можно было пожаловаться в Портком, а теперь жаловаться некому. Кто-то назвал работодателя бандитом, кто-то поправил, что он просто хозяин. Это ситуация, когда люди живут в атмосфере постоянного стресса, угрозы безработицы, нищеты и просто жизненной катастрофы неизбежно рефлексируются. СПИ. И это ставит проблему политически. Советский режим, каким бы авторитарным он ни был, упорно называл себя народной демократией. Тогда демократия понималась в более широком смысле как система народного суверенитета. Когда политическая система действительно главной целью видела заботу о социальном самочувствии большинства людей. Конечно, эта концепция к концу советской власти многое потеряла, тем не менее была важна. Нынешняя система громадное поле повседневной жизни полностью выбросила из понятия демократии. Под демократией сейчас понимается пустая процедура голосования раз в несколько лет. А в остальных проявлениях своей жизни человек оказывается один на один с диктатурой капитала. И это вызывает громадный стресс. Авторитарная советская система и социального патронажа была выражением массового движения в защиту социальных прав. Все это и находит отражение в ностальгических настроениях. Да, люди идеализируют советскую систему, но она за последние годы смогла стать неким абстрактным идеологическим ориентиром, идеалом. Публицист Андрей Рудалев уверен, что время, когда можно было игнорировать человека труда, заканчивается. Все это так. СССР ориентировался на простого человека. Гегемон пролетариат тоже не пустые слова. Особенно хорошо это видно и понятно по контрасту с нашим временем, когда прострой гражданин, человек труда задвинут на дальнюю периферию. Есть у него хоть какие-то лоббисты и выразители интересов во власти. Днем с огнем не сыщешь. Даже в Госдуме они наперещат. В основном номенклатурщики, бюрократия, представители бизнес-круков. Простой человек тут диковинка. Их выводят, как диковинных зверьков, чтобы показать публике. Потешить. Помните, акцию по заигрыванию с Уралвагонзаводом, представитель которого Валерий Трапезников попал в Госдуму. Пиара было много. Вот, мол, от условного станка у нас тоже могут попасть во власть. Социальные лифты действуют. Но все это, конечно же, имитация и компанейщина. Место простого человека сейчас глухая периферия, а сам он лишен и слова, и рычагов воздействия на происходящее в стране процессы. СП. В этом году это проявилось в полной мере. Показательный пример бесправности простого человека проведенная в прошлом году пенсионная реформа, которая еще аукнется обществу. Эта реформа насаждалась в предельно короткие сроки административно-командными методами. Все возражения, все протесты были отметены, их попросту никто не брал в расчет. Каток реформы запустили. Его продавили и в итоге у человека труда, по сути, украли пять лет жизни. Параллельно появились тенденции, которые превалировали в СССР уже его упадка. По регионам была запущена акция, когда законодательные собрания субъектов по разнарядке дружно голосовали за поддержку пенсионной реформы. Эдакие скованы одной цепью, круговой порукой. Якобы регионы сами просят, а власть лишь пошла навстречу пожеланиям трудящихся. СП. Это общероссийская проблема, но есть региональные. Или другой пример, уже на протяжении многих месяцев простые жители Архангельской области протестуют против строительства на станции 6 гигантского мусорного могильника для московских отходов. Чиновничья армия прошлась по России почище татаро-монгол. Газаппарат распухает, а порядка в стране не прибавляется. Простым жителям постоянно лгут, их прессуют. Все в банальной практике на персточников. За проектом стоит крупный бизнес и разного уровня чиновничества наши современные гегемоны. Проект сулит им отменные барыши. Разве они от него отступятся? При этом голос простого человека сейчас не играет практически никакой роли в обществе. Это ведь не московская либеральная крикливая тусовка, регулярно шантажирующая власть, а укорененные люди, им есть что терять и выступают они за свою жизнь и семьи. Вот два примера современной нашей дикости, игнорирования интересов и мнения простого народа, которого власть то ли боится, то ли не доверяет, то ли не берет в расчет и совершенно не понимает. В этой ситуации закономерно, что огромные людские массы страны будут жить с повернутой головой в прошлое и вспоминать о былых временах, когда общество все-таки могло воздействовать на власть и добиваться по-настоящему значимых вещей, а не только побед по делу журналиста Голынова. СП, при этом люди говорят про СССР разное. Не только хорошее. Никто не идеализирует Советский Союз, там параллельно шло другое мощное течение номенклатурная линия. Вначале она была маргинальной, но постепенно обретала силу, выходила на ведущие роли, стряножила общество и в итоге провела свою контрреволюцию и запустила распадные процессы. Наша бюрократия и бизнес-элита плоть от плоти той распадной советской бюрократии и партийных функционеров, и действуют они во многом тоже по их лекалам. Они до сих пор твердят мантры, с которыми крушили большую страну, проводили преступную приватизацию, для них любые средства хороши лишь бы не допустить возврата к советскому. Игнорирование человека труда как раз из этой серии. Он главный оплот советского, чуть дашь слабину, так начнет качать права и требовать потерянное и украденное. Ностальгию по СССР у нас сейчас пытаются утолить киношками, пустой демагогией. А надо-то просто обрести веру в свой народ, не бояться его. Не надо думать, что он тут же начнет выкидывать хищных буржуев и вороватых бюрократов в окна. Сначала он будет договариваться, будет требовать равенства своего голоса и своей воли, которая должна быть услышана и принята в расчет. Наша бизнес и номенклатурная элита хоть и не ностальгируют по былым временам, но она взяла в свой арсенал оттуда все самое порошенное и костенелое из той версии Союза, которую называли Совком. Вот это основная проблема, которая показывает различия направлений и путей, когда общество больше всего напоминает крыловского лебедя, рака и щуку. Я твердо уверен, что в ближайшее время с этим нужно что-то будет делать, ведь игнорировать человека труда дальше не получится, как и загнать его на конюшню для порки. СП. Назад в СССР. Никто ведь не требует моментального возврата к социализму, но государственное должно быть более гибким и отвечать запросам общества. Сейчас же оно не отвечает, о чем отлично свидетельствуют подобные опросы. Мы, к сожалению, наблюдаем лишь достаточно аутичные разговоры власти с собой, с новыми гегемонами и имитацию диалога с народом. Создается ощущение, что номенклатура подстраивает государство под формат внутренней осажденной крепости. Производя системные разобщения в обществе и все для того, чтобы сохранить свои завоевания времен обвала страны и святых девяностых. В свою очередь депутат Госдумы РФ 2-го созыва Дарья Митина сетует на недостаточную силу гражданского общества, которое пока не способно принудит власть следовать чаяниям народа. Оценивая данные соцопросов, даже очень лестно и для левого движения, надо воспринимать их критически. Но в данном случае мы и без всякого левада центра знаем, что народ наш к социалистическому прошлому относится в основном позитивно. За исключением, может быть, некоторых сюжетов из советской истории, которые просто ввенчаны пропагандой в мозги аудитории. Есть множество косвенных свидетельств этому. Дело доходило до того, что при голосовании на конкурсе имя России впереди были именно вожди коммунистов, главе Первого канала Константину Эрнст. Насколько мне известно, ударом кулака пришлось прекратить это безобразие. Кстати, был еще один опрос на схожую тему в ЦИОМа. Людей спрашивали, какое время в истории России им по сердцу. Все назвали 1970-е годы «брежневские времена». То есть люди, не впадая ни в кокеизмы, не рассуждая в политических терминах, на уровне личных ощущений, ассоциации делали свой выбор. Это были времена развитого социализма, когда голод, разруха и репрессии уже были позади, а завоевания социализма еще сохранялись, и общество не разлагалось, как потом в 1980-е. Путин сделал вид, что пенсионной реформы не было. Президент в ходе прямой линии дал понять, что зрелые люди из «Единой России» все сделали правильно. СП. Раз так, то рано или поздно политические предпочтения большинства трансформируются в новую политическую реальность. К сожалению, это спорно. Сейчас, во время кампании в Мазгардуму, нам приходится много общаться с людьми. И надо сказать, каша в головах у людей просто адская. Какая-нибудь старушка может ругать Путина и Собянина за засилие платной медицины, но при этом отказывается голосовать за коммунистов, хотя при коммунистах медицина была бесплатная. Это все действия пропаганды. Как видим, пока у власти достаточно большой запас прочности, иначе они по-другому реагировали бы на общественное мнение. Мы же видим по прямой линии Путина, про пенсионную реформу вообще решили умолчать. Вопрос о сверхдоходах олигархов был не понят президентом. Он предпочел рассказать, что высокооплачиваемые топ-менеджеры нужны нашей экономике. На Западе такое немыслимо. Там действуют регуляторные механизмы гражданского общества. А у нас их нет. Частично они так и не сложились, а те, которые сложились, постепенно были разрушены, ликвидированы руками послушной думы, состоявшей в основном из Единой России. Поэтому Путин и позволяет себе такое, зная, что все пахают-пахают и на этом закончится. Новости внутренней политики. Минус 40 миллионов. Население. Пенсионная реформа подстегнет вымирание России. Власть. Путин допустил приход коммунистов к власти. Продолжение следует.